МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Вопросов много, все они очень важны. Давайте по всем по порядку. Какие государственные услуги оказывают населению сотрудники МРЭО Севастополя? Сотрудниками МРЭО ГИБДД в Севастополе предоставляются услуги по регистрации, перерегистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. С какого времени осуществляется оказание государственных услуг к вашим подразделениям и какие уже имеются результаты? С 15 апреля 2014 года севастопольские автовладельцы начали получать права и госномерные знаки российского образца. На сегодняшний день сотрудниками МРЭО Севастополя выдано 34 тысячи водительских удостоверений и 41 тысяча выдано перерегистрировано автомобиле. Как быть тем владельцам автомобилей, которые приобрели авто в кредит на Украине? Что делать в такой ситуации? Те транспортные средства, которые были приобретены владельцами по кредиту, обращаются в установленном порядке в МРЭО ГИБДД и переоформляют документы на общих основаниях. Автотранспорт приобретен по доверенности. Как будет с такими транспортными средствами? Вот еще такой вопрос, который многих волнует сегодня. Транспортные средства, которые зарегистрированы на территории Украины и приобретены гражданами по доверенности, обращаются к нам в МРЭО ГИБДД для получения письменного отказа и с этим отказом в регистрации транспортного средства обращаются в суд. После того, как в суде они докажут правомерность приобретения транспортного средства, приходят с этим решением суда в МРЭО ГИБДД и оформляют машину на себя. А какие необходимы документы для получения водительских удостоверений? Для того, чтобы получить водительские удостоверения российского образца, гражданам необходимо предъявить паспорт гражданина России, содержащего сведения о его регистрации по месту жительства на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Также иностранного национального водительского удостоверения медицинскую справку о пригодности водителя к управлению транспортного средства определенных категорий. Обмен данных водительских удостоверений происходит без оплаты. А что необходимо для замены регистрационных знаков украинского образца на российский? Также гражданин предоставляет в регистрационный отдел паспорт гражданина Российской Федерации с содержащими сведениями о его регистрации по месту жительства на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Техпаспорт автомобиля и сам автомобиль предоставляются на осмотр. Также бесплатно это все. Желающих обменять или получить водительские удостоверения российского образца еще много. Какие условия для предоставления услуг создало ваше подразделение? И вот расскажите о работе терминалов. На данный момент в МРЭО ГИБДД увеличено время работы. Мы работаем с понедельника по субботу с 8 утра до 18 вечера без перерыва. В субботу мы работаем с 8 до 14.00. Также в вестибюле в холле экзаменационного отдела установлен терминал электронной очереди, по которой люди могут приходить и записываться в удобное для них время для проведения каких-либо операций по регистрации транспортных средств или по водительским удостоверениям. А вот вы приняли уже, предприняли ряд мер. Вот насколько они оказались эффективными? Вы часы работы увеличили, терминалы у вас есть? Более стала бы, ну, большая проходимость граждан увеличилась. Меньше стали очередяно проходить. И также по электронной очереди человек может прийти, записаться, в какой он день хочет, в какое для него удобное время. Он приходит, выписывается, талончик получает. И потом уже спокойно, без очереди, в удобное для него время, он приходит, получает госуслуги МРЭО. Андрей Николаевич, а вот адреса, телефоны, куда можно обращаться, как связаться для того, чтобы получить необходимую информацию? Обращаться надо в МРЭО, расположенный на улице Промышленная 1. Телефоны для справок, наши рабочие, 55, 70, 78. В любое время, в рабочее время звонят, получают консультации. Какие еще стоят задачи важные, которые планируете решить в ближайшее время, на повестке дня? Кроме того, текущая работа. Также продолжаем, увеличиваем обмен водительских удостоверений, также замена российских основных знаков, также переоформление. В штатном режиме работаете. А нарушения какие-то есть? Проверки проводите? Проверки мы проводим, ну, при осмотре транспортных средств, выявлено у нас свыше 43 транспортных средств с перебитыми номерами агрегатов. Также само выявлено 13 автомобилей, находящихся в федеральном розыске. Пять автомобилей-двойников. Есть какие-то пожелания? Ну, пожелания, пожелания, гражданам при покупке автомобилей быть более внимательными к приобретению транспортного средства и стараться, как бы, смотреть, что они приобретают. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя.